Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Любовь Курьянова, и я нахожусь в самоизоляции, надеюсь, так же, как и вы. Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество совместно с Центром экономического развития и сертификации реализуют проект «История, рассказанная народом». Что войдет в это издание, какие нерассказанные истории из прошлого узнают читатели, поведает мой сегодняшний гость. Юрий Смыслов, заместитель директора Центра экономического развития и сертификации. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте, Любовь! Юрий, проект, который вы реализуете, «История, рассказанная народом», просто уникальный и удивительный. Мне, конечно же, хочется начать наш разговор с историей. Скажите, вот из тех историй, которые к вам поступают, какие больше всего, может быть, вас поразили, удивили, лично вас? Ну, смотрите, я вам скажу так. Проект действительно очень интересен. Мы даже сами немножко не ожидали, когда начинали этот проект, что он так войдет в такую работу. Начали мы в 2015 году. Первая книга вышла в 2016 году. И вот начали, когда собирать материалы, мы даже не представляли, что он получит такой отклик. И когда люди стали узнавать об этом проекте, мы, в общем-то, даже не с первого раза присылать готовые материалы, стали присылать действительно интереснейшие материалы, которые хранятся дома, в семье. Рассказанные прадедушками, прабабушками, значит, ветеранами, были подняты разнообразные фотографии семейных архивов, уникальность, которые нигде больше не заняться, письма, воспоминания и так далее. И все истории, в общем, понимаешь, и берешь, мурашки бегут по спине. Есть даже истории, вот люди настолько прониклись этим проектом, они связывают, говорят, знаете, у нас не сохранилось. Даже фотографий нет. Мы там что-то слышали о бабушке, там буквально несколько строк. И присылают вот в таком парам материалы, очень коротенькие. И прадед родился там-то, тогда-то шел на войну, пропал без вести или другая какая-то история. Но самое главное, что люди это ценят, это помнят и хранят эту память. Вот это тоже очень важно. Вот мне, например, сейчас вспоминается одна история. Тат из Рязанского области писал, что сам он ушел на фронт в начале войны, прошел определенные этапы. И, как говорится, вот был такой момент, что ушел по нужде в сторону своего лагеря. И, находясь в этом месте, через 10 метров увидел немецкого солдата, который, в общем-то, сделал тоже. Вот. И наш солдат хватился за автомат, который висел на шее у него. Немецкий был юноша, совсем молодой паренек. И когда они стрелились в глаза, значит, вот наш солдат, он опустил автомат и ушел. Значит, и он боялся, что, да, могут стрелить в спину, но он спокойно уходил. И вот он сказал сразу, что очень трудно убить даже врага, когда ты смотришь ему в глаза. Вот такая вот история. Истории, вот есть известный, например, польский деятель Ежитыц, он участвовал в нашем проекте. Это команда поляков, которые наши памяти солдатам сохраняют в Польше, восстанавливают, пытаются уберечь их от сносов, от издеваний над ними и так далее. Он присылал материалы своей матери. То есть мама его была еще, ну, в общем-то, девочкой, там, 13 лет. И вот она воспоминала свои воспоминания, когда русские пошли, освобождали Польшу. Значит, как все были очень рады. И был такой момент, что во время атаки вот село, где жила мама, находилось под обстрелом, по линии огня. И солдаты, прежде чем начать бой, вывели всех жителей в безопасную зону, дали им продукты. Вот. И после, когда продвинулись дальше, жители спокойно вернулись в свои дома. Юрий, ну, действительно, истории, которые вы рассказываете, они удивительные, мурашки по коже бегут от них. Скажите, а издание уже написано, когда оно выйдет в свет и когда можно будет ознакомиться уже с большим количеством историй? Ну, смотрите, значит, как я уже сказал, начали мы проекты в 2015 году, и первая книга вышла в 2016. И вот на сегодняшний день у нас готовится к печати уже восьмое издание. То есть, поскольку материалов проходит очень много, материалы, значит, разрушаются частями. Проект продолжается, значит, как я уже сказал, вот сейчас к 9 мая, несмотря на карантин, несмотря на сложную ситуацию, работа все равно продолжается, люди присылают материалы, а мы готовим к печати восьмую книгу. И у нас в процессе готовятся материалы на выпуск других изданий, последующих. И даже скажу, что раз в процессе карантина люди, находясь дома, они, ну, наверное, имеют возможность, значит, уделить больше этому времени, значит, поднять свои архивы, побеседовать там с родными, которые, может быть, находятся в другом месте. И есть такая возможность поднять эти все материалы, потому что в рабочее время не у всех хватает времени на это дело. Так что работа все идет. Так что карантин сыграл даже вам на руку, получается, в этом смысле. Ну, вы знаете, да, можно так сказать, что он сыграл на руку, он даже сыграл людям на руку, в плане того, что они становились спокойно уделить этому времени. Не забывают о наших родных, близких, знают, что нужно это помнить, что многие с большим интересом участвуют в подобных проектах, в нашем проекте «История рассказа народом». именно по сохранению семейных архивов. Юрий, скажите, а где книга будет распространяться, где ее можно приобрести, либо она как-то на некоммерческих условиях будет предоставлена в электронном виде? Значит, у нас принципиальная позиция, что мы книгу предоставляем без... Значит, те желающие, кто хочет принять участие в этом проекте, могут идти на сайт profi.org.com, там есть информация, как собирать материалы, в каком формате. В принципе, сложного ничего нет, это сканируются документы, сканируются материалы, и пишутся тексты, которые продали, и присылаются нам на почту. Значит, historysobaka.profi.org.com. Материалы будут обработаны, будут сохранены и будут размещены по мере формирования изданий в то или иное издание, которое будет выходить. Книги потом передаются, желательно нам, естественно, оставить адрес, телефоны. Книги потом будут пересылаться людям, кто захотел участвовать в этом проекте. А вообще, книги... Это очень большая работа по распространению этих изданий. То есть, передаются в библиотеки, в вузы, в музеи, передаются нашим разным друзьям, партнерам, организациям, потому что они тоже, так сказать, участвуют в проектах, присылают материалы и самостоятельно передают эти издания в краеведческие музеи. И тогда мы передавали, благодаря российскому историческому обществу и военно-историческому обществу, российскому военно-историческому обществу, книги участвовали в выставке книжного термок «Красная площадь». Также передаются издания ежегодно в «Артек», в «Орленок», в виде подарков, в виде призов. Учителя многие, кто работает с детьми, они видят отклик от детей. Это очень нравится. Они с большим удовольствием изучают, читают. Ну, в общем-то, и книга, она достаточно простым языком, она восприимчива и дума поколению, и всем. Вот таким образом. Юрий, спасибо вам большое за тот большой проект, который вы делаете. Мы будем с нетерпением ждать выхода восьмого издания для того, чтобы прочитать истории доселе невиданной и неизведанной. Ведь это истории, все-таки рассказанной народом. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Ну и в завершении программы мне хотелось бы сказать, что информацию о своих близких, фотографиях, воспоминаниях, копиях документов можно прислать в рабочую группу проекта по электронной почте, которую прямо сейчас вы видите на своих экранах. О подробностях, связанных с участием в проекте «История, рассказанная народом», можно узнать на сайте проекта. Дорогие друзья, оставайтесь дома, берегите себя. И до новых встреч в эфире телекомпании «Русский мир». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин